Дорогие друзья, мне очень приятно, что наше исследование по поводу поверхностного натяжения вызвало море обсуждений. И вы присылаете мне вопрос, есть ли доказательная база, есть ли публикация, говорящая о том, что на скорость биодеградации частиц гидроксиапатита кальция влияет поверхностное натяжение? Так вот я вам скажу, таких публикаций в мире нет. Но чисто теоретически мы с вами прекрасно понимаем, что площадь поверхностного натяжения у частиц ровными структурами будет выше, а следственно биодеградация препарата будет идти чуть медленнее. И мы прекрасно с вами понимаем, что длительность нахождения частиц гидроксиапатита в тканях нам необходима для того, чтобы мы могли настимулировать коллаген и эластин. Размер макрофага около 20 микрометров. Размер частицы гидроксиапатита кальция препарата Рэдис 25-40 микрометров. И мы прекрасно понимаем, кого легче скушать макрофагу. Частичку с маленьким размером, ну или хотя бы схожим с размером макрофага. А если частица выше, то прилагаются определенные усилия и время для того, чтобы фагоцитировать эту частицу. И это играет нам на пользу. Мы за это время как раз получаем качественное улучшение кожи за счет выработки коллагена и эластина. Можно ли использовать термин дженерики для определения препаратов, которые появились после оригинальных медицинских изделий? Ну, безусловно, да. Ведь что такое дженерики? Дженерики – это как раз лекарственные препараты с доказанной фармацевтической и биологической активностью. То есть имеющиеся средства, они действительно повторяют, они являются копиями оригинальных. Именно поэтому они и названы дженериками, а не оригинальными медицинскими изделиями, коими является наш с вами препарат Рэдис. Один из вопросов, который пришел мне недавно. Ведь в мире все не стоит на месте, все динамически меняется. И вы знаете, что на рынке существуют иные препараты гидроксиапатита кальция. Так вот, мы знаем, какое количество исследований проведено для препарата Рэдис. Мы знаем безопасность этого препарата и применяем его долгие годы. А вот проводят ли исследования другие производители гидроксиапатита кальция? Вы знаете, насколько мне известно, нет. Дело все в том, что я пишу довольно часто всяческие работы, посвященные гидроксиапатита кальция, и мониторю, что происходит на рынке. Мне не попадались работы, связанные с изучением препаратов гидроксиапатита кальция дженериков. Правда ли, что синтез коллагена генетически детерминирован? И стимуляция коллагена эластин образования уже тогда невозможна. Вы знаете, дорогие друзья, это совершенно две разные темы. Нет, это не так. Безусловно, мы понимаем, что синтез коллагена – это генетически детерминированная история. Мы с вами видим это на клинических примерах. Наши пациенты некоторых 25 лет требуют введения гидроксиапатита кальция как стимулятора коллагена эластин образования. По прошествии 10 лет мы можем прекрасно отследить это уже на наших пациентах. Да, генетически детерминированные вещи. Мы видим признаки дисплазии сытной ткани. И наши пациенты вовремя пришедшие, и мы вводим им гидроксиапатит кальция Рэдис как стимулятор коллагена эластин образования, и через 10 лет их качество кожи значительно улучшается, кожа уплотняется. Именно это следствие коллагена эластин образования. По определению Борталанфи, наш организм – это открытая саморегулирующая структура. То есть действительно способная реагировать на внешнее и внутреннее воздействие. Ведь мы понимаем с вами, что стимуляция коллагена – это не только, например, кожа. Иначе бы мы не получали цирроз печени, гипертрофические рубцы, как реакцию организма на раздражители. Одна из таких работ, Яна Александровна Юцковская, говорит о том, что мы увеличиваем с помощью введения гидроксиапатита кальция удельный объем коллагена первого типа. И действительно это доказано. Друзья, знаете, что интересно? Мне тут пришла в голову очень, мне кажется, очевидная мысль. Ведь мы начинали с вами работать крайне примитивно относительно того, как красиво с пониманием работаем мы на сегодняшний день. И я вижу эту эволюцию от человека прямоходящего к ракете. И именно так происходит в косметологии наше с вами образование. Мы начинали с элементарных вещей, мы видели красивые результаты и хотели их повторить. Но сегодня мы должны с вами работать умно, безопасно на здоровье и пролонгированность результатов, на качество кожи наших пациентов. И ведь действительно мы с вами видим, что пациент, пришедший к нам в 30 лет, выглядел хуже, нежели сегодня в 40. За этим будущее, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!